Я никогда не видела такую пустую площадь Святого Петра во второй половине дня. Сегодня, прежде чем начать мою прогулку, я решила после трехмесячного перерыва зайти в Ватикан и посмотреть, что здесь изменилось. Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Под последним видео было так много прекрасных комментариев, что мне хочется снимать для вас все больше и больше. Теперь в колоннаде Бернини, которая олицетворяет объятия Матери Церкви, находятся отметки, на какой дистанции должны стоять люди в очереди. А очереди-то и нет. Мне измерили температуру, а затем прошла металл-детектор. Народу никого. Освещение в соборе сегодня очень хорошее. Длина собора Святого Петра почти 212 метров. Собор считается самым большим в мире. В центре находится главный алтарь. Его украшает работа Бернини. Балдахин высотой 29 метров. Вверху стоят статуи ангелов. Между ангелами ангелочки, которые держат символы Папы, ключи и тиару. Другая пара ангелочков держит символы Святого Павла, книгу и меч. Хотя в соборе Балдахин и не смотрится таким большим, но по высоте он равен четырехэтажному зданию. Под Балдахином и главным алтарем находится захоронение первого Папы Римского. А служить мессу перед главным алтарем может только Папа Римский и никто другой. Мне надо поспешить. Пока нет туристов, можно в тишине снять для вас очень подробное видео об этом удивительном соборе. Я уверена, что почти каждый, кто приезжает в Рим, обязательно сюда приходит. Но когда в соборе много народу, то просто невозможно рассмотреть все подробно. А такие видео, как мои, помогут вам поближе познакомиться с Ватиканом и понять значение каждой детали этого собора. В соборе Святого Петра находится очень много работ великого мастера Бернини. Он работал здесь с перерывами почти 50 лет. Не всегда удается обойти вокруг Балдахина, но сегодня все для нас и все открыто. Внизу Балдахина находятся гербы, их восемь. На первый взгляд кажется, что они одинаковые, но нет. Я всегда показываю туристам разницу. Это головы женщин и маски. Обойдя вокруг, можно заметить, как меняется лицо женщины от боли при родах. А затем после головы женщины появляется голова ребенка. Существуют разные легенды, объясняющие это. Но самое популярное гласит, что у Папы Урбана VIII была самая любимая племянница. Она вышла замуж и готовилась стать матерью. Беременность проходила так тяжело, что даже опасались за жизнь будущей мамы. Тогда Папа Урбан VIII пообещал себе, что если у племянницы пройдут благополучно роды, он воздвигнет в центре собора Святого Петра огромный алтарь. Роды прошли благополучно, и Папа Урбан VIII заказал Бернине алтарь. А именно вот так Бернине показал появление ребенка на свет. Эта часть на гербе тоже меняется. Кто-то говорит, что это лицо сатира, кто-то, что это женская лона. До родов, во время родов и после родов. Вот такая история. Пьета. Оплакивание Христа. 27 августа 1498 года был подписан договор, по которому 24-летний Микеланджело обязан был выполнить работу в течение года за 450 дукатов. По тем временам это была очень солидная сумма, равная примерно нынешним 30 тысячам евро. В договоре Микеланджело впервые был назван мастером. Летом он нашел натурщицу. Его внимание привлекла одна девушка, продававшая цветы на площади Навона. Он купил у нее букет фиалок и разговаривался с ней, пораженный грустным и милым выражением лица. Оказывается, она потеряла любимого человека, который предательски сбежал накануне объявленной помолвки. Девушка согласилась позировать, чтобы немного забыться. Джулия, так звали цветочницу, жила с родителями недалеко от мастерской Микеланджело. Всю осень он проработал над моделью в глине. Джулия была послушной и терпеливой натурщицей, так что работа шла спокойно. Ему удалось передать главное, что его волновало в фигуре и выражении лица Девы Марии. Рубить мрамор он принялся зимой, работая над скульптурой днем и ночью. К весне стали вырисовываться формы. Трудно даже вообразить, как ему удалось освободить из глыбы мрамора две объемные фигуры, над которыми мы восхищаемся до сих пор. Заказчик работы неожиданно умер незадолго до окончания договора. Он умер то ли по естественным причинам, то ли от яда. В семье Борджи их были огромные запасы, после чего прекрасная пьета была присвоена папой Александром VI. Я часто о нем упоминаю. У меня на канале есть видео, где я рассказываю подробно о его жизни. Посмотрите. Чтобы успеть к срокам завершить работу, Микеланджело работал по 24 часа в сутки. Он любил и умел работать. Со всей Италии люди приезжали полюбоваться его скульптурой, высеченной из большой глыбы белого мрамора. Все удивлялись, как удалось Микеланджело добиться эффекта присутствия. Можно еще долго рассказывать и о том, как выбирал Микеланджело натурщика для образа Христа, как тайком подписывал скульптуру. Я же сегодня просто забежала в собор на несколько минут. У нас еще будет время поговорить о творчестве Микеланджело. 5 марта 2020 года Ватикан выпустил новую монету – знаменитой скульптурой Пьета. Папы на протяжении веков прокладывали мост от искусства в религию. В это время по заказу римских пап было создано огромное множество шедевров. Над ними работали самые знаменитые мастера того времени. Вернемся на площадь Святого Петра, где в центре площади стоит собор, в котором мы только что с вами были. Его строили 120 лет, а потом 200 лет отделывали его внутри. Колоннада, охватывающая площадь, состоит из 284 колонн и 140 скульптур святых. Скульптуры высотой 3 метра. Они были сделаны учениками Бернини. Создавая площадь Святого Петра, Бернини ориентировался еще и на окружающие застройки. Раньше на этой части улицы был жилой квартал Борго с лабиринтом улочек. Пробираясь через них, человек вдруг оказывался перед лицом огромного, колоссального христианского собора. К большому сожалению, не все, что с таким трудом добивался Бернини, удалось сохранить. Сегодня этот эффект неожиданностью утрачен, снесен, перестроен. Название улицы Кончилиацьони символизирует путь очищения, который каждый из нас должен пройти перед тем, как приблизиться к Святому Собору. В переводе это слово означает «примирение». Сносить застройку Борго начали еще в эпоху Наполеона, однако основательно за нее взялись только в 1936 году. В то время на месте нынешнего проспекта еще стояли дома, зажатые между улиц. Этот квартал называли «хребтом Борго». При Муссолини под звуки оркестра и аплодисменты публики эти дома начали сносить и за короткий срок очистили улицу от мешающих застроек. Среди них были церкви, дворцы, созданные Брамантой и Рафаэлем. Многих жителей переселили на окраину. Муссолини любил широкие проспекты, пример этому эта улица и улица императорских форумов, которая начинается от Колизея и идет до площади Венеция. А на этой улочке, отходящей от улицы Кончилиациони, жил знаменитый палач Бугатти. За 68 лет работы палач отправил на тот свет более 500 человек. Он считался символом казни в Риме. По контракту, подписанному Бугатти, ему запрещалось покидать район проживания, это район Борго. Выйти за его пределы он мог лишь только в одном случае – по работе. Казни проводили на одной из четырех площадей в центре Рима. И чтобы добраться туда, Джованни требовалось перейти мост Святого Ангела. Чтобы, например, попасть на Пьяцца Дель Попполу или Кампо де Фиори. Такой запрет покидать район проживания появился не просто так. Работа палача была опасной. Ему могли отомстить родственники смертников. В день, когда он должен был выполнить казнь, он вставал на рассвете, надевал красный плащ и шел к площади казни. Люди, видя, что он проходит по мосту, бежали по городу и сообщали всем, что палач идет по мосту. И все – молодые и старые – бежали посмотреть на казнь. В то время люди даже приводили детей, чтобы дать возможность увидеть эти казни. Как предупреждение о том, что это может случиться с каждым, кто не пойдет по правильному пути. После казни Бугатти подходил к отрубленной голове, брал за волосы и поднимал вверх. И толпа гудела. Одним преступникам стало меньше. После казни палач возвращался в свой район. Казни в Риме были привычны всем, но были не так часто. Денег Джованни Бугатти не хватало для проживания. И он вместе с женой торговал зонтиками. Мало кто мог подумать, что этот невысокий мужчина являлся оружием правосудия. Кстати, на протяжении долгих лет Джованни вел дневник. Туда он записывал дату, время, вид казни, за что приговорили к смерти и имя смертника. А личные вещи палача сейчас находятся в Римском музее криминологии. Но он уже много лет закрыт на ремонт. Вам, наверное, уже надоело слушать истории про куртизанок и палачей? Но ничего не поделаешь, в средневековый Рим он был таким. Даже Мадонн для церквей писали из куртизанок. Про одну из этих Мадонн сегодня расскажу. Пойдемте дальше. Замок Святого Ангела – один из самых красивейших памятников архитектуры Древнего Рима. Даже трудно представить, что этот замок был первоначальной гробницей императора Адриана, потом крепостью, тюрьмой, папской резиденцией, а сейчас это музей. Голова кружится от такой красоты. Стоит только представить, сколько столетий все это стоит. Любое замком Святого Ангела, бурным течением Тибра и, конечно же, великолепным мостом Святого Ангела. В древние времена мост Святого Ангела называли мостом Элио по имени императора Элио Адриану, который хотел построить его, чтобы соединить город со входом в его мавзолей. Сейчас это замок Святого Ангела. Конечно, от старого моста мало что осталось, но мы сейчас наслаждаемся опять-таки творчеством Бернини и его учеников. Два ангела, которые должны были стоять на мосту, были сделаны самим Бернини. Но они были такие прекрасные, что их не захотели оставлять под открытым небом и перенесли в церковь, где они до сих пор и стоят. Церковь находится у площади Испании. Все скульптуры Бернини передают движение. И мост Бернини спроектировал так, что, стоя на мосту, чувствуешь движение реки Тибр. Добился он это благодаря прозрачности. Перильные ограждения кажутся кружевными. И поэтому он смотрится воздушным, несмотря на огромных ангелов, которые украшают этот великолепный мост. Я сейчас иду туда, где жил и творил Караваджо. Ну а по пути покажу вам еще кое-что интересное. Если вы выбираете экскурсию по средневековому Риму или готовите самостоятельно маршрут, то вам в любом случае придется пройти по этим местам и вспомнить все истории, которые я вам рассказываю. В Риме было очень много куртизанок. Среди них были красивые и образованные. В то время на них был очень большой спрос, так как в Рим приезжали и приходили со всего мира паломники в Ватикан к Папе Римскому. И этот постоянный поток людей пользовался услугами куртизанок. Это ремесло даже передавалось по наследству. Это значит, что в возрасте 12 лет мама вводила в семейный бизнес дочку. Куртизанки работали, пока на них был спрос. Но не только паломники пользовались услугами куртизанок. Их услугами пользовались художники, люди из высшего общества. Были куртизанки попроще, которые работали в тавернах, иногда даже просто за еду и вино. А были куртизанки, которые принимали в хорошо обставленных домах. И кого попало, не подпускали к себе. И так как эта древняя профессия была востребована, куртизанки платили налог. Так, например, на эти деньги был построен один из мостов Рима – Понте-Систо. И прогуливаясь по Вея-Коронари, тоже помните, на деньги куртизанок была проложена мостовая. Вот так. Куртизанок попроще сгоняли жить в одно место. Оно называлось Ортаччо. Для того, чтобы легче было следить за их заработком и выплатой налога. А про контрацепцию эпохи Возрождения пока рассказывать не буду. Не хочу вас шокировать. Живописный каменный дом на этой площади бросается в глаза. Портики и колонны – это черты средневековой архитектуры. Площадь называется Фьяметта. По документам, куртизанка Фьяметта владела домом, но не жила здесь. Она его сдавала в аренду. После ее смерти дом поменял несколько владельцев. В XIX веке новые хозяева немного перестроили дом, и сейчас на нем находится их герб. Кто же такая куртизанка Фьяметта? Она родилась во Флоренции. Но как только мама увидела, что дочь выросла и пришло время работать, тут же привезла ее в Рим. В то время девочке было 13 лет. Она так рьяно взялась за дело, что ее стали называть Огонек. К ней даже была очередь. А самым любимым клиентом считался ватиканский кардинал Джакомо Пиколомини, который после смерти оставил Фьяметте все свое состояние. Молодая и яркая Фьяметта всегда получала все, что хотела. Но папа римский XIV создал комиссию, чтобы разобраться с таким странным завещанием кардинала. И по решению комиссии, малая часть состояния кардинала Пиколомини, первого любовника Фьяметты, стала ее собственностью, а остальное отошло Римской церкви. Сейчас в Риме есть площадь, которая носит имя Фьяметта, и пиццерия. Здесь же рядом находится церковь Санта Густину. В этой церкви по воскресеньям на мессу собирались куртизанки. Они сидели всегда в первых рядах, чтобы не привлекать внимание своими пышными нарядами. А теперь, что я вам скажу, у вас вызовет не меньшее удивление, чем воскресные мессы куртизанок в церкви. Фьяметта еще при жизни купила право на первый алтарь слева от входа в этой церкви. Она пригласила флорентийского художника, чтобы украсить свой алтарь фресками. Этот художник работал с Микеланджело в Сикстинской капелле, но недолго, потому что потом Микеланджело решил отказаться от услуг помощников и остался работать в одиночестве. Флорентийский художник придумал состав, препятствующий образование плесени на первом слой штукатурки под фресками, что говорило о вечности фресок. Ох уж эта плесень! Когда Микеланджело работал над потолком Сикстинской капеллы, из-за неопытности с фресковой живописи он тоже столкнулся с этой проблемой. Если на стену нанести раствор в неправильных пропорциях, плесень может съесть все фрески, что фигуры будут неразличимы, что и случилось. Микеланджело пришлось сбить фрески и начать работу заново. Так что этот раствор очень важный для работы. Фиометта купила алтарь, украсила его, а потом была там похоронена. Куртизанок закон обязывал хоронить в общей могиле в неосвященной земле. Фиометта же указывает в завещании место своего захоронения, алтарь и церковь святого Агустина. Кстати, в этой же церкви захоронен и кардинал Джакумо Пикколомини. Сейчас могилы Фиометты в этой церкви нет, но Орентину, итальянский писатель, писал в 1539 году, что он видел могилу знаменитой куртизанки. После смерти Фиометта завещала все свое наследство брату. Часть прибыли с аренды поступала в церковь Санта-Густину, чтобы пять служб в год поминали членов семьи Фиометты. В месяце смерти матери, Фиометты, бабушки, отца и брата, когда он умрет. И действительно, некоторые представительницы этой профессии вели такой шикарный образ жизни в своих великолепных дворцах, что на одном из таких приемов испанский посол, вынужденный плюнуть, предпочел сделать это в лицо своего слуги, чтобы не испортить замечательные ковры владелицы дома. Конечно же, не все честные куртизанки обладали подобными дворцами, но многие из них все же имели хорошо устроенные жилища. Об этом говорит указ от 1542 года, в котором куртизанкам запрещалось отделывать внутреннее убранство комнат тонкими шелковыми материалами. Им разрешалось использовать только обычные ткани. На самом деле этот указ остался мертвым камнем. Дома честных куртизанок по-прежнему продолжали ломиться от роскоши. Атласная обивка, расписная мебель, шелковый балдахина над кроватью. Другой куртизанке по имени Лена мы должны быть благодарны за Мадонну Лоретто или Мадонна Пилигримов. За этим белоснежным фасадом 15 века скрывается одно из самых скандальных полотен Караваджо – Мадонна Пилигримов. По легенде Караваджо писал Деву Марию со своей влюбленной – куртизанки по имени Лена. Она еще не раз будет встречаться на картинах Караваджо. Воскресные мессы куртизанок, захоронения Фиометты – еще и образ Девы Марии писался с куртизанки. «Вот это церковь, скажете вы!» Вот мы и подошли к теме Караваджо. Позировала Лена, держа в руках собственного сына, которого по настоянию Караваджо взяла на время из приюта, а после работы прятала у одной из подружек, чтобы, не дай бог, о ребенке узнала мать, которую она боялась. Со стороны Караваджо это была дерзость, которая позже ему очень дорого обошлась – представить в образе Мадонны для церкви свою возлюбленную, хорошо известную в римских кругах куртизанку. Он не представлял себе лучшей модели, чем Лена, и, несмотря на капризы строптивой и непоседливой натурщицы, сознательно пошел на риск. Караваджо сделал своей любимой женщине самый дорогой подарок. Он внес ее в историю, запечатлев на картине Мадонна Деларето. Выступая из дверного проема своего дома, Мадонна с большим декольте держит на руках подросшего малыша, который с любопытством разглядывает двух незнакомых людей. Тоже вроде бы мать с сыном. Для образа Мадонны ее поза, опершись плечом о косяк двери и скрестив ноги, чересчур легкомысленно. Ее мысли кажутся совершенно заняты другим, а взгляд, опущенный вниз, кажется отрешенным. При первом взгляде на картину внимание сразу привлекают две колоритные фигуры паломников. Видно, что пришли издалека, преодолев нелегкий путь, судя по их одежде, это крестьяне. Они сложили руки в молитве перед явлением Мадонны с младенцем. Грязные ступни ног молодого крестьянина почти касаются рамки картины. Они на переднем плане. Очень выразительное лицо его матери. Оно передает радость и любовь. А Мадонна как будто застыла в скорби, понимая, что бессильно облегчит земную участь простых людей. В сравнении с фреской Рафаэля в этой же церкви, поражающей ярким колоритом, работа Караваджо отличается приглушенными тонами. Караваджо через картину посылает нам послание, что перед несправедливостью существующего мира порядка на земле бессильны даже божественные силы. Картина Мадонна пилигримов находится в капелле, где была похоронена куртизанка Фьяметта. Эта картина не вызвала особого интереса у знатоков искусства того времени. Они посчитали ее маловыразительной и даже обвинили автора в вульгарности. А вот у простого римского народа она была очень популярна. Они подолгу простаивали перед алтарным образом прося у Мадонны защиты и помощи. Это признание особенно ценно. Оно показывает, насколько искусство Караваджо волновало и затрагивало душу простых людей. Веселым застольем в одной из троттерий на Кампо Марцио Караваджо с друзьями отметил успех Мадонны пилигримов, помолиться перед которой приходили толпы римлян. Ну а для тех, кто только планирует поездку в Рим, скажу. Не проходите мимо римских церквей. В них вы можете совершенно бесплатно любоваться шедеврами. Прогуливаясь сегодня по Викуло де Льдивино Аморе, по переулку Божественной Любви, мы можем пройти по следам Караваджо. С того времени мало что изменилось. И попав с главной улицы в этот переулок, чувствуется атмосфера того времени. Здесь Караваджо жил, здесь у него была мастерская, на этом же переулке он встречался с друзьями, и здесь же разгорелась трагедия, после которой ему пришлось покинуть Рим. Это произошло во время игры в мяч. Вспыхнула ссора, и Караваджо смертельно ранил Ранучо Томассони. Поэтому ему пришлось бежать из Рима. Найдите фильм Караваджо, посмотрите, и вы узнаете эти улицы. В наши дни Рим Микеланджело и Рафаэля по праву считается также городом Караваджо, где толпы туристов с путеводителем в руках бродят по маршрутам, связанных с его творчеством. И это далеко не все про Караваджо. Это только начало. Есть много церквей и дворцов, где находится полотна Караваджо, и у каждого произведения своя история. И напоследок оставляю вас наедине с Вечным Городом. Надеюсь, что и в этом видео вы нашли для себя много интересного. Ну а я уже завтра иду на долгожданную выставку Рафаэля. Спасибо вам огромное за комментарии и лайки. И до новых видео, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...